МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Наталья Жабыка. Коротко, главные темы дня. Суровый приговор. За незаконные вознаграждения полицейские осуществлял покровительство предпринимателя и его ритуального бизнеса. Бывший полицейский выплатит многомиллионный штраф и проведет в колонии более 10 лет. Он крышевал фирму ритуальных услуг. Дайте шума. В крае изменят закон о тишине. Без этого метро могут и не построить в срок. Без жилья и без денег. Без документов деньги не получу. Бывшая жительница Николаевки не может воспользоваться компенсацией за свой дом. В загадочном пожаре погибли все ее документы. Планов громадьем. Реконструкция ЭВРЗ. Это, безусловно, значимая территория в городе. Красноярские застройщики показали свои проекты и пожаловались на трудности. Что же им мешает? И теперь по всем более подробно. 12 лет строгого режима и штраф в 24 миллиона рублей получил бывший заместитель начальника краевой полиции. Приговор Михаилу Привалихину огласили сегодня в Центральном районном суде города. Напомню, экс-полицейского обвинили во взятках. Деньги и имущество почти на 9 миллионов рублей он получил от руководителя компании ритуальных услуг. Деньги передавались за крышевание предпринимателя и его фирмы, а также за разрешение конфликта с конкурентом. Напомню, прокуратура настаивала на 18 годах колонии строгого режима и на штрафе в 40 миллионов рублей. Привалихин просил хотя бы не лишать его звания подполковника полиции, чтобы он мог потом претендовать на повышенную пенсию. Но здесь суд не пошел на смягчение. Прокуратуре подробно рассказали, за что так сурово наказали высокопоставленного полицейского. За незаконные вознаграждения полицейский осуществлял покровительство предпринимателя и его ритуального бизнеса на территории Красноярского края. Делился информацией о запланированных в отношении него оперативных и следственных мероприятиях. Кроме того, в 2022 году полицейский получил еще 1 миллион 600 тысяч и айфон за разрешение конфликта с другой фирмой, которая планировала забрать часть ритуального бизнеса себе. Вину не признаю и не признаю никогда. Так, красноярский художник Василий Слонов сегодня отреагировал на обвинение. Его прокурор огласила на первом заседании по делу о неваляшке каторжники. Подробности из зала суда у Натальи Архиповой. Мне не понять, может, ступлен умысел. Кто пострадавший? Какой мотив преступления? Какая моя выдается? Свою позицию в зале суда Слонов озвучивает уверенно. Да и поддержка у художника серьезная. Чтобы попасть на заседание, у которого даже была своя афиша в характерном для художника Слоново стиле, пришлось постоять в очереди. С собой у Василия, пожалуй, самый необычный для подсудимого предмет. Неваляшка с тюремными наколками. Похожая на ту, из-за которой художник и оказался на скамье подсудимых. Вот только те самые якобы экстремистские символы спрятаны под изолентой. Никто не имеет права насиловать творческий замысел автора. Нельзя инкриминировать автору смыслы, которые он не вкладывал в свои произведения. Нельзя инкриминировать автору чужие больные интерпретации. Это вопиющее нарушение всех культурных и правовых норм. В России и других свободных и правовых государствах такое недопустимо. Прошу прекратить незаконное привлечение меня к уголовной ответственности. На неваляшке каторжники были татуировки, одна из которых является символом криминального движения, запрещенного в России. Суд оштрафовал Слонову и постановил уничтожить неваляшку. Но фото сохранилось на страницах в соцсетях. Правда, как на заседании утверждает сам Слонов, ту самую он удалил. Остались фото других неваляшек, тоже со звездами, но уже другими. И настаивает, в его произведении искусства вообще нарушения закона нет. Эти неваляшки носят исключительно иронический характер, обстегивают всю романтику уголовной культуры, направленную исключительно на некий троллинг. И сам обвиняемый спрашивает, почему в фильмах такое можно, а в книгах из открытого доступа, где он нашел эти же символы, тоже, а в его художественном произведении нет. И уже в порядке размышления Слонов предполагает, быть может, это он еще и пострадавший. Мол, на его каторжнике была и христианская символика, а постановление уничтожить это творение оскорбляет его чувство верующего. А еще все это наносит ущерб бизнесу. В любом случае, защита надеется, что их доводы в этом деле услышат. Прокурор огласил обвинение, мы дали показания, пока самые общие показания, без деталей. Но на этом заседание закончилось, поскольку сегодня не имелся ни один свидетель по делу. Мы рассчитываем всегда только на оправдание, на правительный приговор. Задержали Слоново 8 февраля, тогда дома и в мастерской прошли обыски. И с тех пор художник под домашним арестом. Следующее заседание по этому делу состоится уже 17 июня. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Больше 10 лет колонии строгого режима получили организаторы порно-студии из Красноярска. Такой приговор вынес Центральный районный суд города. Преступный бизнес закрыли еще в 2020 году. Тогда организаторов задержали прямо в момент съемки очередного фильма пикантного содержания. На кадрах оперативников раздетые люди прячутся под одеялами. Как выяснилось, актрисы роликов несовершеннолетние. Двое мужчин втянули школьниц сниматься в видео для взрослых. Причем стало известно о них полицейским не случайно. Один из организаторов порно-студии пересылал фильм своему знакомому. И видео разлетелось в сети. Следствие и суд длились почти 4 года. Теперь преступникам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Одному 12, второму 16 лет. Кроме того, каждый из них заплатит одной из потерпевших по 400 тысяч рублей. Красноярка не может воспользоваться компенсацией, которую она получила за дом в Николаевке. Неизвестные подожгли строение сразу на следующий день после сделки. В огне сгорел паспорт, а без него деньги в банке не выдают. Женщина осталась и без крова, и без денег вынуждена жить у родственников. Сейчас полицейские завели уголовное дело по факту поджога. Все подробности расскажет Евгений Назарчук. Татьяна Викторовна показывает, что осталось от дома, в котором жила. В тот момент первое, что увидела в окно, это как загорелись дворовые постройки. Затем пламя быстро перекинулось на дом. Женщина говорит, что этот пожар произошел не случайно. Проводка в доме была хорошая, а кто мог это сделать, ей неизвестно. А тут не поймешь, то ли поджог, то ли не поджог. Мне кажется, как поджог. Кому я уж так мешала, я сама тоже не пойму. Я уже согласна была выезжать, но просто мне не давали пока компенсацию за дом. Компенсацию женщине выплатили за снос ее дома. Рядом городские власти планируют расширять дорогу до четырех полос. К разбору этих старинных строений рабочие уже приступили давно. Но они часто останавливались и откладывали снос, так как жильцы дома несколько лет добывались справедливой компенсации. Татьяна Викторовна, выиграв дело в свою пользу, теперь ее получить не может. В огне сгорели все документы, а в банке без паспорта с ней разговаривать никто не хочет. Без документов деньги не получу. Да, не получу. Я в банк заходила. Пока у меня денег нет. Спасибо людям, кто мне помог. И как бы деньгами помогли, и одели, и обули. С решением сюда согласились мы. Просто ожидали, когда получим компенсацию. Потому как другого жилища у нас не было, приезжать мне было некуда. Под изъятие попали почти 50 участков с гаражами, подстанции и 20 жилых домов. Для их выкупа из городского бюджета выделяли больше 60 миллионов рублей. Заняться самой дорогой власти планируют только в следующем году. И это только при наличии финансирования. А пока по факту возгорания полицейские завели уголовное дело. Они тоже подозревают, что кто-то мог поджечь этот дом. В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома и построек в Перелоке-Боготольске и Железнодорожного района Краевого центра. В настоящее время следователями полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие поджог. Огонь было видно далеко от места возгорания. Его на камеру мобильного телефона снимали красноярцы из разных районов города. Кстати, до того, как городские власти начнут здесь строить дорогу, на участок еще предстоит зайти археологам. Это связано с тем, что переулок относится к Афонтовской горе, где ранее была обнаружена стоянка древнего человека. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Краевые депутаты планируют изменить закон о тишине, чтобы строить метро круглосуточно. По их словам, по-другому уложиться в срок не получится. Соответствующий законопроект запланировали рассмотреть на следующей сессии. В этот четверг он предлагает изменить краевой закон об административных правонарушениях, чтобы разрешить строительные работы с 10 вечера до 9 утра. Если поправки примут на заседание, они останутся действительны до января 27-го года. Дедлайн для возведения первой линии метро – декабрь 26-го. Правда, пока непонятно, какое именно строительство придется терпеть засыпающим красноярцам. В следующие три года разрешается оно только для метро или для всех зарегистрированных площадок, или вообще для каждого горожанина. В ЗАГС-собрании попросили дождаться итогов заседания. Там прозвучат ответы на все эти вопросы. Более 4 миллионов рублей золотом изъяли полицейские у жителя Емельяновского района. Находка потянула на 4 килограмма. Это слитки из кустарно-очищенного драгметалла и золотой песок, а также ювелирные изделия. И весы, и тигели для переплавки. Все это мужчина хранил у себя дома. Сейчас следователи выясняют, откуда у него такое богатство. Ведь как минимум сырье, из которого было извлечено плохо очищенное золото, явно было добыто незаконно. Далее в двух словах расскажем о других заметных событиях. В мэрии объяснили ремонт улицы Октябрьской, на которой полностью сняли асфальт. Красноярцев возмутило то, что поменять решили дорожное полотно без ям и выбоин. Но в Управлении дорог и благоустройства сообщили, что обследование дороги показало, асфальт там не соответствует необходимым нормам. И из-за большой интенсивности трафика на этой улице его необходимо поменять для безопасности автомобилистов. Подростки из Назаровского района попали под уголовное дело из-за того, что избили мальчика. За ходом следствия будет следить сам Бастрыкин. По словам очевидцев, пятиклассник оскорбил старшего подростка. Это и стало причиной конфликта. В ответ на словесную брань подросток начал избивать мальчика сначала кулаками, а потом и ногами. Пятиклассник пришел домой весь в синяках. Его мама написала заявление в полицию. Ребенка отправили на медицинскую экспертизу. Всех участников конфликта уже нашли. А в Красноярске прохожий мужчина пнул девушку по лицу. Все произошло на остановке Институт искусств. Красноярка вместе с другими людьми просто сидела на лавочке и ждала автобуса. В этот момент мимо проходил мужчина, который резко повернулся и с разбега пнул ее. А потом, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Что стало причиной агрессии, теперь разберутся в полиции. Пострадавшая написала на напавшего заявление. Решили покурить вейп в салоне самолета. Две пассажирки рейса Красноярск-Новосибирск не смогли побороть свою тягу к сладкому дыму и принялись парить прямо сидя на своих местах. Это не понравилось другим пассажирам. Стюардессы передали информацию в службу транспортной безопасности. После посадки в аэропорту Толмачева курильщиц встретили полицейские. Теперь девушкам грозит штраф до полутора тысяч рублей. Девногорский депутат выпустил собственную линейку одежды. Но она подойдет не каждому. Все экземпляры выглядят так, как будто их хорошенько истрепали. Все началось с того, что народный избранник Григорий Гаврилов решил познакомить пользователей соцсетей с красивой Девногорской набережной. Но те больше внимания обратили на его рванный свитер. Депутата высмеяли за небрежную одежду, и он нанес ответный удар. Решил выпустить одежду в стиле гранж. Кроме свитеров с дырками, за 10 тысяч рублей в линейке будут футболки с комментариями, которые ему написали в социальных сетях. Их автор оценил в 5 тысяч за штуку. Цены кусаются, но всю выручку народный избранник обещает направить на общественные дела. Вы смотрите новости седьмого канала, и мы продолжаем выпуск. В Красноярске ввели режим повышенной готовности. Люди с наступлением тепла выбрались на берега озер и рек, в том числе и на места, совершенно не оборудованные для отдыха. В мэрии опасаются, что количество печальных происшествий на воде в черте города может значительно вырасти. Поэтому красноярские спасатели переходят на режим повышенной готовности. А горожанам будут приходить СМСки с предупреждением, что купаться в необорудованных местах запрещено. Буквально накануне случайные прохожие спасли женщину, которая тонула в протоке Ладейская. А всего с начала года таких происшествий зафиксировано более 20. Напомню, что в черте города пока есть только один пляж, где можно купаться. Он расположен на острове Татышев у Октябрьского моста. И также режим повышенной готовности объявили в Красноярске из-за медведей. Хищников видели уже несколько раз за последние две недели. Они забредали как в черту города, так и в СНТ. Хищников привлекают свалки, где они ищут себе пищу. Введение такого режима означает, что полицейские наряды будут патрулировать территорию совместно с госинспекторами по охране природы. Если они обнаружат медведя, то могут использовать все методы по защите горожан вплоть до применения огнестрельного оружия. Пешеходную лестницу в Белых Росах снова открыли. Теперь местные жители опять могут выходить на перекресток к светофору напрямую. Напомню, две недели назад популярный спуск заварили металлическими прутьями, несмотря на то, что ежедневно по ней проходили более тысячи человек. После чего людям, чтобы перейти дорогу, пришлось сделать солидный крюк. В управляющей компании тогда пояснили, что не смогли договориться с местными жителями, чтобы взять объект на баланс дома стоящего ряда. Это обошлось бы жильцам в 200 тысяч рублей, поэтому от лестницы хотели избавиться. Тем не менее договориться удалось, правда на каких условиях непонятно. В управляющей компании сообщили лишь то, что сейчас идет процесс передачи лестницы в собственность города. Данный объект не демонтируется, загородительные элементы с нее пока уберут. И после уже будет рассматриваться вопрос о передаче данного объекта безвозмездно в пользование или оперативное управление города. Резкое падение ввода жилья прогнозируется в нашем городе в ближайшие годы. Такой прогноз делают эксперты. С чем это связано, а также как должен выглядеть архитектурный образ Красноярска в год его юбилея, узнавала наша съемочная группа. ЖК Вавиловский, который возводится на правом берегу Красноярска, стал первым проектом, в котором застройщик переселяет людей с двухэтажных аварийных домов, а потом на их месте возводит новые высотки, при этом встраивая их в архитектурный облик пятиэтажек, который в народе называют сталинками и хрущевками. Не многие улицы города имеют такой исторический облик, как улица Вавилова. Мы подготовили концепцию реконструкции и развития комплексного благоустройства всего микрорайона. Мы ее отработали с городской архитектурой. За ближайшие полтора года должны расселить и снести еще девять бараков. Всего же в рамках проекта снесут 58 аварийных домов. В Вавиловском, например, не предусмотрено строительство новой школы. Застройщик считает, что двух, которые уже есть на этой территории, вполне достаточно, несмотря на то, что уже сейчас они загружены на 150%. Да и с другими проектами застройки, которые уже реализуются у нас в городе, есть определенные проблемы. Так, по поводу двух территорий идут судебные разбирательства. Да и в целом обсуждение новых проектов выглядит немного странно, с учетом того, что после ввода КРТ документы на застройку стали выдаваться реже, почти в 20 раз. И по прогнозам экспертов, это станет причиной резкого падения ввода жилья, примерно на 30-40%. Понятно, что если настройка не начнется сейчас, то это с отложенным эффектом сработает дальше. Но в то же время я знаю, что есть правильное предложение о том, как сочетать все-таки и хороший темп строительства, и решение застарелой проблемы. Ведь все, что делается в этой сфере, предназначено для того, чтобы и темп был хороший, и это соответствовало общественным интересам. Чтобы обсудить эти предложения и архитектурный образ Красноярска, в год его 400-летия, архитекторы и застройщики собрались на экспертной сессии Сибирского клуба. Если бы мы знали, как должен выглядеть в идеале Красноярск, мы бы давно все это сделали. К сожалению, это очень непростой вопрос, и практика нашей работы показывает, что это действительно очень сложно. Также обсудили разные территории промзон, в которых можно применить механизм КРТ. Сюда относится обновленный проект жилого района Судоверфь и реновация территории ЭВРЗ. Реконструкция ЭВРЗ, да, это, безусловно, значимая территория в городе, да, тем более мы знаем по опыту других городов, вот эта территория прижелезнодорожная, вот, она, конечно, должна входить в структуру города и активно использоваться. Такие сессии с участием архитекторов и застройщиков планируют проводить и дальше, чтобы экспертный совет вместе мог создавать архитектурно-художественный облик города. Григорий Горячих, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Завтра вся страна отмечает День России. В городе пройдет масса праздничных мероприятий. Мы собрали самые значительные из них. Праздновать День России начнем завтра в 8.30 утра. В это время состоится торжественное поднятие флага страны на Николаевской сопке. Это неизменная традиция праздника. В мероприятии примут участие губернатор края Михаил Катюков, юнормейцы, кадеты и участники СВО. Программа праздника продолжится в 11 часов. У Дома дружбы народов Родина откроется краевой межнациональный фестиваль «Моя Россия». Организаторы подготовили программу для детей и взрослых. Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, викторины и мастер-классы. А также будет работать полевая кухня и площадка с казачьим подворьем. Будет и праздничный концерт. Также в 11 часов начнется праздник и в Татышев парке. Сначала здесь пройдет патриотический фестиваль «Служу России». Его организуют красноярские полицейские совместно с Министерством культуры. Посмотреть здесь будет на что. Это и выставка спецтехники, и яркие показательные выступления. Даже будут задерживать преступников, а возможно и со стрельбой. А кинологи покажут совместную работу со своими лучшими друзьями – служебными собаками. Также гостей ждут тематические локации. Можно будет познакомиться с экипировкой и оружием полицейских. И, естественно, не обойдется без концерта. Мероприятие продлится до 3 часов дня. А в 15.30 на восточной стороне острова Татышев пройдет Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия». Здесь красноярцы смогут увидеть выступление творческих коллективов из шести регионов Сибирского федерального округа. И посетить мастер-классы ремесленников. Тут же с помощью волонтеров развернут большой флаг нашей страны. А всех любителей спорта ждут в Свердловском районе на площади перед кинотеатром «Эпицентр». Здесь состоится спортивный праздник. Подготовят праздничную программу и на центральной набережной. В 16.00 тут начнется концерт, на котором выступят творческие коллективы города. Для любителей умных вопросов проведут квиз на тему праздника. Его начало в 17.00. В 6.00 всех любителей песен и танцев ждут на сцене Капитанского клуба. Там выступят известные красноярские артисты. Намечен на праздничный день и старт проекта «Культурная среда». Первым мероприятием этого лета станет концерт детских творческих коллективов. Он пройдет в сквере Кировский. Начнется в 18.00. А завершить праздник можно вместе с полюбившимся многим проектом «Мама, я в кино». В сквере энтузиастов покажут фильм «Дух Байкала». Главный герой картины, 14-летний подросток, отправляется на рыбалку с отцом и дедушкой на Байкал. Они теряются в снежной буре, но с помощью невидимых сил озера им удается найти друг друга. С собой лучше взять теплые вещи и пледы. Григорий Горячих, 7 канал. Члены этой большой семьи посвятили свою жизнь детям не только своим, но и чужим. Впрочем, для учителей, а речь пойдет именно о них, чужих детей не бывает. Кто родоначальник Красноярской педагогической династии Шамовых и где сейчас работают ее представители, расскажем в третьей серии совместного проекта 7 канала администрации города Красноярска «Красноярск. Семейный портрет». Кому кофе, кому чай. За общим столом педагогическая династия собирается нечасто. Двадцать тридцать чаще собирается. Сейчас, конечно, все заняты. Все равно в курсе, кто где и чем занят. Все бабушки, они перезваниваются, все новости они знают. И потом все, что самое важное и интересное, они потом нам рассказывают. Сегодня тетя, мама, дочь, племянницы, внук и внучки собрались в одном доме, чтобы составить свое генеалогическое древо. Родоначальник у нас бабушка. Родоначальник именно педагогической династии. Варвара Алексеевна Шамова родилась в Удмуртии, закончила там педучилище и с 1940 года работала учителем начальных классов. В 64-м году они переехали в Красноярск. В 64-м году она до 2000-го, естественно, работала в городе. В школе до последнего года? В школе, да. Старшая дочь Екатерина, отличник народного просвещения, отдала педагогике 40 лет. А вообще у Варвары Алексеевны четыре дочки. Екатерина, Нина, Вера и Тамара. Вторая дочь, это вот Нина Павловна. Она работала на фабрике мороженого. Вот это же мечта. Третья Вера была поваром, кондитером, а вот младшая Тамара тоже пошла по стопам своей мамы, учитель начальных классов и воспитатель детского сада. У Варвары Алексеевны, получается, она ген передала двоим. Катя и Тамара. А вот те, кому ген не достался в первом поколении, они передали его во втором. Иначе говоря, дети учителей не пошли в педагогику, а у технолога и повара – последователи Макаренко. У Нины Павловны двое – Евгений и Наталья. У нас мама родоначальник следующей династии, мы дальше спортсмены пошли. Сын тоже пошел в лыжи, в биатлон, а я уже пошла в волейбол. Но ни Евгений, ни Наталья не ушли в чистый спорт. Они тоже в педагогике. Евгений Пашков был тренером и директором спортивной школы в Новосибирской области. А Наталья уже 25 лет учит детей волейболу. Сейчас она руководитель спортивного клуба в 115-й школе. И совсем недавно последний звонок прозвенел и для ее воспитанников. Трепетно – это мои дети. Я с ними с первого до девятого, получается. Они пришли еще совсем махоньки. А сейчас вот танцевали, красивый вальс показали девчонки. В тот же день, когда по всей стране звенели последние звонки, в школе номер один Емельянова учитель начальных классов Любовь Дудченко отпускала на лето своих второклашек. А в детском саду номер 66 прощалась с воспитанниками Надежда Блохнина. Именно дочери Веры, Любовь и Надежда повторили путь бабушки, закончив факультет начальных классов. Выбор я делала, но где-то уже в 11-м классе. Вроде хорошо математика, вроде можно в бухгалтерию, можно в экономисты. Но какой из меня экономист? Нет, я пойду учить у начальных классов. Я поступила в ПЭД, еще не закончив школу. Кстати говоря, когда я поступала, Варвара Алексеевна еще была жива, я сказала, бабушка, я пойду, наверное, тоже туда. Она сказала, ну пожалуйста. Факультет начальных классов, это там номера, и бабушка там жила. Пока мы учились, мы часто забегали к бабушке в гости. У меня учение жила. Да. Варя всегда говорила, что образование все равно должно быть выше. Она прям вот болела за образование. Неважно какое, вы уже выбираете сами, но чтобы оно было, это обязательно. И поэтому всем студентам она помогала. И она помогала, как могла. В школе она еще вела третий класс, а тут как раз Наталья родилась, и она, ну в общем, как-то выбрала, что у нас Наталья будет водиться, а я учиться пойду. И ей пришло четвертый класс. Передать другому учителю. Помощь и поддержка в семье для учителя, отдающего себя детям, очень много значат. У каждого успешного педагога, по словам Надежды, есть крепкая опора в лице родных. Муж помогает, понимает и просто ждет, пока закончится пара утренников или учебный год. Знаете, если относиться к нашей профессии как к работе, невозможно работать. Мы просто так живем. Мы живем с детьми, мы живем на выездах, я на соревнованиях, девчонки со своими классами. Это образ жизни, получается. Люба работает учителем. И вот не дать мне соврать, на ее работу вовлечены вся ее семья. И Даша, и Никита, и в первую очередь Константин Алексеевич. Помогает, развозит, делает ролики. Пока непонятно, продолжат ли семейную династию Даша и другие правнуки Варвары Алексеевны, но то, что прабабушка и им передала тягу к знаниям и любовь к детям, это уже точно. И теперь информация о погоде. В среду, 12 июня, в Красноярске малооблачно, без осадков, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ночью 11 градусов, тепла о днем до плюс 26. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наши вайберы ватсап номер 8 391 2900-333. А также в чате и грамм-каналам. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Жабыка. Всем самого доброго. До встречи.